Исполнителю предстоит реконструировать общественную территорию вдоль улицы Чуйкова между Волгоградским музыкальным театром и улицей 13-й гвардейской дивизии. Капитальные работы на данном участке зеленой зоны не проводились со времени его создания. Сейчас он нуждается в обновлении. В ходе благоустройства подрядчики должны максимально сохранить существующие зеленые насаждения, а также предусмотреть дополнительное зеленение территории. Проект восстановления общественного пространства предусматривает монтаж систем наружного освещения и электроснабжения, водоотведения и водоснабжения, а также другие строительные работы. Вместо пришедшего в негодность тротуарного покрытия специалисты уложат новое. Вдоль пешеходной зоны установят современную парковую мебель. Компания-исполнитель обязана обеспечить беспрепятственный доступ на территорию маломобильным группам населения. Благоустройство участка набережной позволит объединить в единую рекреацию ранее обновленный парк на верхней террасе центральной набережной и территорию нижней террасы, где сейчас идет реконструкция. В Волгограде отреставрируют историческую лестницу в створе улицы Ковентри. Объект ни разу капитально не ремонтировали. В результате он пришел в неудовлетворительное состояние. На покрытии отмечаются сколы и трещины. На локальных участках отсутствует облицовка. Задачу по реконструкции лестницы поставил глава Волгограда Владимир Марченко в ходе рабочей поездки в центральный район. Разработанная проектно-сметная документация предусматривает обновление всех конструкций лестничного спуска. Исполнителю контракта предстоит восстановить фундаменты, несущие элементы, привести в порядок ступени, межлестничные площадки и тумбы, покрытие подпорных стенок, произвести ряд других работ. Обновленная лестница обеспечит пешеходную связь между двумя прогулочными зонами в центре Волгограда и объединит в единую рекреацию парк на верхней террасе набережной и территорию нижней террасы, где сейчас возводится парк. Компания-исполнитель имеет большой опыт производства подобных работ. Специалисты организации занимались благоустройством территории у парохода «Гаситель» и памятного знака «400 лет Царицын Сталинград-Волгоград». В 2021 году в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе организация восстановила монумент «Братская могила воинов 62-й и 65-й армии». Подрядчик имеет необходимые документы, которые позволяют проводить реставрацию объектов культурного наследия. Андрей Попов – донор со стажем. Сегодня он стал одним из тех, кого наградили престижной государственной наградой – почетный донор России. На вопрос, почему помощь другим стала неотъемлемой частью жизни, предпочел отшутиться. У меня всю жизнь родные отговаривали, потому что неизвестность существует, а я говорил, хотя бы билетик на автобус будет. Мы ходили, ходили и доходились. Скромность – качество присущее всем собравшимся здесь. Виктор Крамчунинов наградой гордится, но не считает, что о ней нужно говорить во всеуслышание. Не прельщают мужчину и льготы, положенные носителем этого знака. Ежегодная денежная выплата, внеочередное лечение и оплачиваемый отпуск. Главная награда для Виктора – спасенные жизни. Я когда-то работал в таком коллективе, где сдавали все. Ну и под общую гребенку я тоже начал сдавать. И потом начал для себя сдавать, сдавал, сдавал, сдавал. Выдал людей для себя. В первую очередь в какой-то момент осознание пришло, что кому-то я очень помогаю. С начала 2022 года в Центры крови уже обратились более 5,5 тысяч доноров. Медики смогли заготовить примерно 3 тысячи литров крови и ее компонентов. На манеже настоящий королевский бал, сотканный из фантазии и ярких красок. Микс эстрады, цирка и мюзикла. Здесь нет отдельных номеров, это целый спектакль, где одна история сменяет другую. Все очень здорово, нам очень понравилось. Тимур у нас первый раз, но он в восторге. Я думаю, Волгоград будет очень удивлен, потому что масштабы поражают. У них очень много костюмов, декораций. Представление очень понравилось. Впервые с ребенком. Современные костюмы, классные декорации. Всем советуем, да, приходите в цирк. Под ритмы страстной Испании на манеж выходят тореадоры с горделивыми яками. Волшебная зимняя сказка знакомит гостей с благородными оленями. А в райском саду зрителей ждут экзотические попугаи ара и розовые пеликаны. Сегодня вечером и завтра днем в Волгограде без существенных осадков. Ветер ночью и утром северный 8-13 метров в секунду. Днем северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3-5, днем плюс 3-5 градусов. Днем северо-восточный 4-9 метров в секунду.